на изра а доно а доно я хочу сегодня продолжить тему как я говорил тема которая меня очень затронула это имена что что важного и что интересно в именах у каждого из вас есть имя его каждом из вашем имени есть что-то особенное ибо бога уже знал тебя сестра братом дети да знал бог вас и ваши имена дал да еще до того как вы еще родились когда вы еще не было пылинок в этой в этой вселенной он же совершенстве знал нас сказать как это возможно мы его не знали до того момента как пока мы не пришли в сознании о том что есть кто-то кто есть выше из рядом есть с нами есть только отвечает на какие-то вопросы и интересная тема потому что я хочу говорить о боге какой он есть таким как он есть и чаще всего и мы начинаем начинали с того что нам явился господь и он был как элохим до начале потом он господь который был егова до этим именем он начинает обращаться с моше но к израилю он приходит как уже как господин даже маша говорит и господин послами то есть я подчиняюсь как раб и подчиняясь богу но все равно вот именно вот момент встречи с богом у маша была особенным временем он не знал его после бы знал бы не спрашивал бы имени правда и это очень важно потому что сегодня многие люди только из-за них названий стремятся на какие-то горы до моисеева гора многие люди вообще не понимают что это такое где это вообще гора находится что-то за горы которые невозможно преодолеть и зачем вообще-то нужно кто-то ищет горы моисея кто-то ищет толпу у этой горы моисея допустим дром толпы всегда он очень эффективен если вы понимаете кто-то если кто-то помнит в советское время когда заставляли ходить на парады и все остальное когда звучал гимн советского союза на каких-то больших собраниях парцы в собраниях я пытался всегда это все избегать но я бывало такое что не мог избежать оставался там где толпа и когда пели гимн советского союза такое впечатление было что все небеса содрогаются от этого гимна и ты думаешь я часть чего-то здорово поэтому есть синдром толпы и не удивляйтесь уже в этих синдромах толпы проявлять какие-то еще чувства будто все божье присутствие прямо здесь и прямо сейчас кто-то ищет как я сказал горы моисея кто-то ищет толпы возле этой горы кто-то встречается с кустом и думает вот теперь от кустом и поговорить да или за пороческое слово теперь я буду как моисей знать бога видеть бога ходить с ним но знаете кто-то возможно думать что после этого вы будете как моисей призван каким-то великим делам я хочу вас разочаровать потому что нас так много нам есть что делать не думайте что вы будете индивидуальным кита личностью в царстве божием на которого положат регалии бог призвал каждого из нас быть служителем в царстве божием он призвал каждого из нас быть благовестником делиться его благой вести о том что ищу вас сделал ради нас до оставив святости оставил красоту небо пришел этот мир чтобы умереть за нас и чтобы мы спокойно были как бы состоянии думая о том что мы не одни в этом мире и назад за нами не нужно толпу водить как сегодня говорилось по пустыне 40 лет послушайте встреча с горящим кустом который не просто говорил но еще и направлял это было важной частью сложно рассказать вообще какая аксиома у бога встречи кого-то вкус горящий у кого-то это может быть откровение вас не как и как у иосифа да у кого-то еще какие-то встречи были но нету у бога той формулы как встречаться с вами кого-то может быть потянет к морю только пожалуйста по воде не ходите чтобы испытывать бога хорошо это богу все возможно вот человеком точно нельзя даже он сюда тебя подтянет вниз на дно как бы ты не на него не полагался на человека потому что проклад всякий человек надеется на человека она бога уже надеется всегда давайте не станем ассоциировать современные тенденции школы конференции с той важной встречи бога с моисеем у нас должна быть собственная встреча и если мы говорим что гора моисея то там личная личная встреча с богом и маша где он получил 10 заповедей тогда знаете вам скажу так тогда давайте поступать так мы будем исполнять эти заповеди не прелюбодействие не пожелать ничего от ближнего твоего не личные выгоды от от его жены до от его поля или будет так от денег не будь этим человеком который зарисается на чуть-чуть чье-то добро чтобы это не должно быть знаете много можно говорить но для меня гора моисе это не где-то или что-то это то место где библия говорит о том что идет в первую очередь это место примирения бога с человеком гора моисея ли там встречи это как бы мы называли это встреча с богом это примере примирение бога с человеком это бог предлагает путь к минимальному сопротивлению к его его святости то есть он предлагает вот приблизи ко мне хочу с тобой иметь встречу 10 заповедей это минимум что можно сделать чтобы иметь мир с богом и согласны с этим нет это самое минимум что можно нам сделать чтобы иметь мир с богом это возможно а принять еще это тот максимум чем бог пожертвовал ради этих отношений очень легко да вот 10 заповедей, это самое минимальное, что можно сделать, чтобы приблизиться к Богу, как-то так, ну, имеется в виду, иметь эти чувства, переживания с Ним. Вы сказали, Богу не нужно, дети заповедей, чтобы мы исполняли, чтобы иметь, как бы, сказать, с нами общение. Знаете, когда мы Его любим, мы общение, когда мы прибегаем к этому, возлюбить Господа, Бога твоим сердцем, своим разумением твоим. Мы тогда и чувствуем, что ближний, это тот, кто рядом с тобой, далекий, кого призовет Господь, и мы к ним будем относиться правильно, тогда мы понимаем, что принять Ишу, это тот максимум, который Бог сделал для меня. Знаете, COVID-19 смог за это время вернуть к основанию горы, где-то мы пытались же, да, перейти, иметь больше близкие отношения с Богом, но я посмотрел на людей и смотрю их комментарии по разным причинам. Я понимаю, что многие из нас опустились к основанию горы, мы стоим у наших оснований, переживая и имея тревогу, что дальше будет. Возможно, мы разочарованы, что Бог нас не вывел на какой-то уровень Божьего видения, или же не перешли мы через ту гору наших болезней, трудностей, переживаний, разочарования. Возможно, мы смотрим у этого основания опять и думаем, что дальше будет. Для того, чтобы покорить эту гору, нам, как вообще стране, Украина, где мы живем, магнациональной стране, нам, в первую очередь, нам нужно повернуться лицом к тому Богу, который мы думаем, что мы служим, Богу Авраама и Цаха Якова. Хотя нас считают, мы в мире считаемся христианской страной, но нам нужен тот Христос, которому якобы все мы почитаем, чтим в наших храмах, но по разной стороны баррикад. Нам, в первую очередь, нужно повернуться к Нему, к Мессии, Спасителю. Нам нужно сохранить семью как важный элемент общества и Конституции, где наши семьи именно сохраняются, имеют безопасность в этих условиях. Другими словами, нам, как Украине, нужно покаяние. Вы согласны с этим? Нам нужно это покаяние, нам нужно идти к Богу. И это часть наших ситуаций. Особенно за несколько последних дней, если вы смотрите информацию в интернете и вообще информацию, которую нам дает СМИ, и мы в стране уже слышим такие позывные, как в том, что этот карантин может продлиться, его может усилить по причине возрастания заболеваний и справедливости ради, наверное, я скажу так, меня это сильно расстраивает. Меня сильно расстраивает, что нам нужно вообще пройти этот коронавирус, этот COVID-19, мы где-то пытаемся поднять через дорогу, через эту гору, чтобы пройти его, и мы на самом деле где-то стоим у основания. Меня это не просто разочаровывает, но где-то и, знаете, подкашивает мою веру. Вообще пройдем мы как люди это состояние, или у нас опять мы будем сетовать на всевозможное зло, на конспирацию всемирную против людей. Я думаю, что нам нужно, как верующим людям, понимать основание того слова, которое Бог нам дает, имена, которые Бог дает сегодня для нас. Изучая имена, и в этих именах большого значения, я надеялся вообще найти к этому времени какое-то слово, потому что я вам еще расскажу, когда начинают говорить об усилении карантина или же продлении его, я понимаю, что мы где-то уже напрягаем все. Я думаю, как людям дать надежду, что сказать, какое еще имя Бога нужно найти, чтобы дать людям какую-то надежду в победе. И знаете, это имя очень интересно, его не часто мы используем, мы об этом имени не поем, хотя сегодня пели достаточно много об этом имени, но мы не осознаем, насколько это важно. Это имя Эль Гибор. Кто слышал такое имя? Эль Гибор. И Эль означает Бог. Гибор на еврите имеет много значений, но мы слышим это как Бог сильный. Мы понимаем, Бог сильный, это как бы показывает силу, Бог сильный, Он всемогущий, Он делает что-то, ему нет ничего невозможного, настолько Он сильный. Но глубина слова Гибор это герой, это герой, это богатырь, это главный персонаж, то есть тот, кто ведет. Мужественный, храбрый, сильный, герой, воин, ротоборец, Давид тоже, помните, он вышел против Голиафа, потому что он понимал, что все остальные струсили, ему нужен, и Израиле нужен был тот герой. Он говорит, что ты против меня, да, там с палкой идешь, как на собаку, а Бог говорит, Давид говорит, я иду против тебя, как? Как? С именем Бога, победителем, и фактически это слово очень важное. Богатырь, это монгольское слово, помните, мы хотя думаем, что это слово русское, это монгольское слово, означающее, да, это сильный воин, но в славянской речи до существования, именно вот, до монгольского периода аннексии Руси, до монгольского иго, это слово в славянском обороте было как хоробр, хоробр, ну что вы ругаетесь, хоробр, да, как будто бобер такой, да, что может, ну хоробр, но знаете, как бы ни хотели мы назвать Богом в это время, нам нужен тот артаборец, тот героический, героическая личность, которая нас выведет из нашего состояния, через то страдание, через которое мы проходим, через ту непонятность, которая нас окружает, нам нужно и этот протаборец, как бы ступится за нас, нам нужны герои, которые нас будут вести, потому что мы, как люди, мы все смотрим, где наши герои, и чаще всего в последнее время, да, нам не нужно, мы заявим, так бы правильно, нам не нужен герой бессмертного полка, нам нужен вечный Бог, нам не нужны бессмертные полки, или герои бессмертных полков, нам нужен вечный Бог, который не имеет ни начала, ни конец, он альфа и омега, он тот, кто есть и будет и всегда остается одним и те же, Господь это герой нашего времени, это не Печорин из Лермонтовского Романа, Господь это тот ротоборец Эль Гибор означает сильный Бог, герой нашего, моего времени, в котором я живу, сейчас, возможно, вы перед горой сегодня, возможно, у вас есть финансовый крах, потому что сегодня это очень большая проблема, найти работу, войти в бизнес, или как-то еще что-то делать, сегодня все меняется, технологии, вещи, которые вокруг нас буквально ломаются, как карточный домик, возможно, вас продолжают беспокоить ваше здоровье, возможно, отношения в семье или вопрос, когда это вообще все закончится, вот этот балаган, что бы это ни было, как нам, что бы это ни происходило, как бы нам не нужно было исправить ситуацию, нам нужен всемогущий Бог Израиля, Бог победитель, в этом непростом деле, в котором мы живем, в это время, в котором мы живем, мне нужен герой, который проведет меня через эту блокаду кольца, который вокруг меня поставил мой враг, потому что дьявол ходит, крикающий лев, ища кого его полгодить, и он ходит, чтобы унизить нас, чтобы не дать нам надежду, он дает нам сомнения, опускаются в нас руки, но мне нужен мой герой, который называется Эль Гебор, мой спаситель, наши чувства и наши глаза всегда смотрят туда, где найти выход, да, у нас всегда есть какое-то чувство, где найти, и когда у нас не получать собственными силами, мы ищем людей, кто нам поможет, мы ищем героев, кто пойдет и за меня замолвит слово, или кто рекомендует что-то, мы ищем тех, кто даст нам работу, мы ищем тех, кто даст нам выход из ситуации, которые у нас есть, и знаете, нам также Библия дает таких героев, послание к евреям, автор предлагает нам такого героя, который мы очень хорошо знаем, каждый из нас его знает, посему, и мы имеем вокруг себя такое облако, 12 глава, с 1 по 2 стих, свидетелей, свергнем себя всякое бремя, у нас сегодня в это время большое бремя, наших отношений, наших проблем, наших работ, как выживать, у нас очень много мыслей атакует, что нам делать, и дальше он говорит, и запинающий нас грех, запинающий, то есть притыкать, где-то мы притыкаемся, это может быть ропот, это грех, это может быть даже плохое говорить, даже о государстве или о правителях, о друг друге, тоже припинающий нас грех, то, что не дает нам прорваться, и свергнем себя всякое бремя, припинающий грех, с терпением будут проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника, вот и слово начальника, я повторю, совершителя веры Ишуа, который вместо предложащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление воссел одесную престола Божия. Я почитаю это в современном русском языке, где говорится, не отводите своего взора от Ишуа, того, кто ведет нас за собой в вере нашей и сам совершен ради этой радости, что ожидал, ожидало его. Ишуа принял смерть на кресте, презрев позор распятия, теперь занял свое место по правую руку от престола Божия. И вот это слово начальник, он есть начальник, означает основатель, первопричина, начальник, вождь, предводитель. То есть, это то, то, слово эль-гибор, он тот, кто нас ведет. Для того, чтобы продвигать вперед, пожиться по жизни, продвигаясь вперед, хотя мы вообще не можем остановить время, нам необходимо продвигаться неслепо, не просто жить и проживать эту жизнь, но усматриваясь или поднимая свой взор на того, кто может нас вывести ситуацию, стать примером, победителем в том деле, что мы делаем. Нам нужен этот Бог. Мне лично, в моем состоянии, мне нужен Бог, кто бы меня вывел. И никто иной это не сможет сделать, кроме того, кто прошел мой путь. Он не может не сострадать нам. Он пережил все. Он был искушен во всем, кроме греха. И если мы или вы спросите меня, что нам делать в это нелегкое время, хочу сказать, взирайте на того, кто перетерпел все, смертную казнь. То, кто сел в одесную отца, его имя Эгибор, он прошел, он победил. Еремия описывает это имя следующим образом. Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя Твое велико и могущественно. Имя Твое могущественно. то есть там слово используется именно Гибор. И этот именно как бы прорыв сила. И вот он говорит, и нет имя Твое великое и могущественное. Он Твое покрывало, как мы сегодня говорили. Он Твое могущество. Нет подобного Богу Израилю, который по небесам принесся на помощь тебе во славе своей на благах второзакония 33, 26. Нет другого. И если мы как верующие люди в наше время переживаний мы не можем положиться на те имена и посознать Бога, мы должны углубиться в эти имена. Если разбирать эти все места Писания, они говорят, что Егова, весь близесущий, находящийся рядом Бог имеет достаточно силы быть твоим единственным ротоборцем. И это ротоборие, то есть бороться за тебя против твоего врага и независимо кто твой враг есть. Вы скажете, а ближний он тебе не враг, он Твое испытание. Он Твое испытание в вере в Бога. Болезнь может быть, безработица, депрессия, возможно твоя старость. Мы смотрим на себя в зеркало и думаем, Боже мой, где мои года, мое богатство, да? Старость стала твоим врагом и ты не хочешь с этим смириться? Возможно тебе там нужен Бог, чтобы Он тебя утешивал в твоей старости. Исайя описывает Бога очень интересным, сильным Богом в обществе, в котором мы живем. И это имя отражает внутри нас в мессианском движении, особенно Исайя 9, 6. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, налекут его имя чудный, советник, Бог крепкий, то есть Эль, Гибор, отец вечности, князь мира. И мы опять же смотрим это слово Бог крепкий, мужественный, храбрый, сильный, герой, воин, ротоборец. Мы теперь можем увидеть пророческие слова о Мессии. Он тот, кто борется за нас. Он водесную ходатайствует за нас. Он уже победил. Ишу это единственное имя, в котором заключено спасение для каждого человека в этом мире. И знаете, Сафония это тот порог, которого очень мало читаем. Он пишет слова, которые меня они утешают. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Эль Гибор, да, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Кто будет ликовать? Бог. Потому что Он защита. И Он когда защищает нас, ему это нравится, что мы остаемся благодарными людьми за то, что Он за нас борется. Господь задает риторический вопрос Аврааму. Удивительный риторический вопрос, после того, как Он пообщался с Сарой, пообещал ей сына, а Сара внутри себя от разочарования, что те обещания, которые Бог дал почти 25 лет до этого, они не сбылись. И по-человечески в своем теле не могла родить детей. Все мечты просто рухнули. она внутри себя смеялась над тем словом, которое Бог оставил для нее, что через год у тебя будет сын. Он задает вопрос, есть ли что трудное для Господа? Он не задает вопрос для Сары. Он говорит Аврааму, есть ли что трудное для Бога? Тогда, когда мы разочарованы, сегодня Бог может задавать каждому из нас вопрос, а есть ли что трудного для меня? мы можем смеяться? Возможно, мы долго надеялись на обетование и по причине многих лет мы разочарованы. Мы разочарованы, что столько лет мы служим, мы чего-то не достигли, потому что в начале нашего пути у нас были такие мечты, может быть, мы разочарованы в наших силах, способностях, а есть ли что трудное у Бога? Нет. Эль Гебор означает силу для наших решений. Эль Гебор это источник наших сил, когда их совсем уже нет. И Рав Шеул говорит, все могу выкрепляющим меня ишу о мессии. Это не означает, что не будет проблем, ситуаций или обстоятельств. Это означает, что когда у нас уже нет выхода, когда у нас очень большие сложности, у нас есть Бог, который укрепляет, когда нет надежды. Эль Гебор означает гарантированное спасение, когда мы совершаем наше упование и доверие Богу. Это доверие. 1 Петра Благословен Бог, Отец Господа нашего Ишуа Мессии, по великой своей милости возродившись на воскресении Ишуа Мессии из мертвых упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящему для нас на небесах. Силой Божией через веру соблюдаемую ко спасению, готовому открыться в последнее время. Что же в последнее время? В последнее мгновение, когда совсем нет сил, когда нет уже надежды, когда уже все опустили. Он говорит, а сейчас у меня для тебя есть сюрприз, спасение, выход. И чаще всего, чаще всего, наверное, 99% в моей жизни, Господь в самую последнюю минуту выходил навстречу. Потому что, когда уже у тебя сил нет, не знаешь, куда стучать, кому обращаться, в последнее мгновение Он приходит. Я с радостью хочу прочитать фразы из послания Павла к римлянам. Восьмая глава. Ибо мы спасены в надежде. В надежде. Мы надеемся, что мы спасены. Или нет? Кто-то не сильно уверен в этом? Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему еще надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же Дух подкрепляет нас, немощи наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными. Испытывающие сердца знают, какая мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящих Бога, призванных по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и преподелил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А когда Он преопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех их прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Эль Гебор. Эль Гебор, Он победитель, Он ротоборец, Он тот, кто может это сделать, своими силами, это невозможно. Тот, кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдал их? Кто осуждает? Машиех умер и воскрес. Он водит сну Бога и ходатайствует за нас. Кто отлючит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или коронавирус, или нагота, или опасность, или меч, или еще какая-то нибудь тварь? Нет. За тебя умиршляет нас каждый день считают насоковец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего это слово силою нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни силы, ни настоящее и ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей в Ешуа Мессии Господи нашем. Я хочу сегодня дать вам уверенность и положить вам имя Эль-Гибор, что мы пройдем эту гору, гору может быть непонятных происходящих в мире вещей, но я хочу сказать, что нам нужен Бог, для других и для нас как в Писании мы можем говорить эти имена о Боге, но нам нужно быть уверенным в том, что наш Бог не только рядом, но Он существует в тот момент, когда нам нужна Его помощь. Он здесь с нами, Он хочет нас продвинуть вперед, Он тот, кто хочет нас просто благословить своим присутствием и чтобы мы видели Его имя, Его имя победоносное, это знамя. И в это время нашего отчаяния, когда наши глаза опущены и не знаем, что делать, давайте поднимем к тому, кто прошел этот путь, давайте поднимем к тому, кто победил смерть, давайте поднимем к тому, кто дает нам надежду, нам нужно начать упование с того, в кого мы верим, в первую очередь, и нам нужно утверждаться в этом, в Ишуа Мессии. Эль Гибор Бог сильный и пусть он станет героем нашего времени, моего времени, чтобы я сказал, я знаю, в кого я верю, мой Бог, Он Бог всемогущий. И мы сейчас встанем в наши ноги, помолимся за друг друга, если кому-то нужна поддержка, просто поднимите вашу руку и мы за это помолимся. Возможно, нужно утешение в это время вашего разочарования, возможно, вы где-то ходя на гору, где-то пришлось сойти с нее и сказать, Боже, опять все одно и то же, опять начинать все сначала. Да, нужно начать, потому что Он сильный Бог. Через наше посвящение, через наше упование, через нашу смелость благовестия, ведь только Он спасает, и только Он дает нам радость, и Он радуется, когда мы проходим этот путь. Он может успокоить бурю, и только Он даст нам победу. Своими силами это невозможно. Схвати за эту подаваемую помощь тебе сегодня. Я обращаюсь с тем, кто нас смотрит. Схвати за имя Бога Эль Гибор. Он герой. Он та личность, которая победила. Он та личность, которая дает нам силы преодолеть. Я все могу укрепляющим Бога. Эль Гибор. Оба ва и мишу. Я молюсь сейчас за каждого из нас, за себя в первую очередь. Когда не хватает сил, когда не хватает воздуха, чтобы вдыхнуть полной грудью, как свободу. Всегда приходят какие-то движения, какие-то давления, какая-то опасность, когда мы приокупированы своими мыслями. Пускай придет твоя свобода победа. Эль Гибор. Имя Бога. Бога сильного, всемогущего, меняющего обстоятельства, меняющего природу. несуществующее называет существующим. Свобода, благодать, милость, исцеление. Пускай, Господь, дары твоего Духа Святого действуют сейчас на том месте. Благословен наш Бог, всемогущий наш Бог. ты есть, Бог, сильный, Бог, всему, верный в слове, царь всемогущий наш Бог. Вот кто ты, наш Бог, наш Бог, ты есть, Бог, всему, Бог, чудотворный, верный в слове, царь всемогущий, наш Бог. Вот кто ты, наш Бог, ты есть, Бог, сильный, Бог, чудотворный, верный в слове, царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. чудесный, сейчас, в твоем присутствии, верный в слове, спаси-ка тебе, царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok